Психология и психотерапия. В чём разница? К сожалению, в нашем менталитете до сих пор сохраняется множество предрассудков по поводу психологов и психотерапевтов. Люди боятся к ним обращаться, многие считают их тунеядцами и шарлатанами. Это во многом обусловлено тем, что наша академическая наука пошла по ложному пути разделения всего на специализации и зашла из-за этого в тупик. Для начала давайте разделим психологию на академическую и практическую. Последняя, по сути, является синонимом психотерапии. Академическая наука строится на концепциях и теориях, которые со временем проверяются в экспериментах, для чего разрабатывается методический аппарат. Практическая психология или психотерапия идёт обратным путём. Сначала психотерапевты взаимодействуют с клиентами, накапливая опыт, затем обобщают его, используя существующие концепции или, что чаще всего, создавая новые концепции личности. Психотерапевтические концепции изучают взаимодействие индивида со средой, его защитные механизмы, которые прерывают эффективное адаптивное поведение и образуют нездоровое, невротическое взаимодействие с миром. Они рассматривают индивида как процесс, как динамические структуры, способные к саморегуляции и видоизменению. Академические теории обозначают в первую очередь устойчивое образование, не меняющееся от ситуации, например, характер и темперамент, что является малоприменимым на практике для решения проблем клиента. Студента-психолога преподаватели пичкают огромным количеством всевозможных накопленных за историю концепций. Затем научный руководитель помогает в освоении модельных способов порождения научных гипотез. Причем, поскольку студент зависит от руководителя в получении образования и своем дальнейшем становлении, позиция руководителя, представителя определенной научной школы, на него сильно влияет и продолжает сохраняться за пределами университета. То есть это иерархичная костная структура, в которой на первое место ставятся идеи, а не человек. В психотерапии и практической психологии обучение идет другим путем. Студенту на практике помогают освоить навыки взаимодействия с клиентом, навыки поддержки клиента, помощи ему в осознавании и самоподдержке, а также навыкам самоподдержки себя как терапевта. Этому обучает преподаватель-тренер. Далее студенту помогают освоить навыки рефлексии, собственной психотерапевтической деятельности, обнаружения трудностей в своей практике и поиска решения этих трудностей. Этому обучает супервизор. То есть первичная задача – дать практику, создать среду для упражнений и взаимодействия студентов, а вторичная – связать практическую работу с психотерапевтической концепцией. Наличие супервизора сохраняется и после обучения, что позволяет терапевту постоянно смотреть на свою работу со стороны и развиваться в профессиональном плане.